В городе творится полный хаос. Сошлись два гиганта – Кинг-Конг и Годзилла. Доброе утро, Арнольд. Какие планы на сегодня? Видимо, планы на сегодня не сдохнуть. Страшно. Но что, если это все выдумка? И Кинг-Конг с Годзиллой не смогли бы выжить на Земле? Все просто. Смотри. Самый большой в мире человек – Роберт Першин Уодлоу. Его рост был 2 метра 72 сантиметра, и прожил он всего 22 года. Это болезнь, которая называется гигантизм. При болезни мозг выделяет чрезмерное количество гормона роста. Поэтому в процессе эволюции человека выработалась норма роста и веса. Отклонения уже считаются заболеваниями. Одну из самых больших нагрузок испытывает сердце, которое должно циркулировать вместо 5 литров 15 литров крови. И часто оно не выдерживает такую динамику. Но что, если отключить гравитацию, чтобы с научной точки зрения допустить этот факт существования Годзиллы и Кинг-Конга? Все вокруг, что не закреплено, взлетело бы в космос. Тем, кто будет на открытом месте, не повезет. И он летит в космос. А вот тот, кто окажется в помещении, еще сможет прожить некоторое время. Пока дома со временем не взлетят вверх. Что? О, нет! Неужели он решил применить ее на динозавр? Бегите, глупцы! Динозавры очень опасны. Будь то травоядные, плотоядные или динозавры-радикалы. Они безумно злы, ведь не ели уже 66 миллионов лет. К тому же динозавры могут стать еще злее, если увидят, что стало с их потомками в ходе эволюции. Мировые лидеры объявляют военное положение. Увы, в науке мало что известно о поведении динозавров. Лучшим решением будет пригласить специалиста по бешеным индяйкам. В атаку! Динозавры царствовали на Земле в течение 160 миллионов лет. Но падение метеориты изменило ход эволюции и позволило развиться нашим предкам, млекопитающим. Теперь победят сильнейшие. Но что происходит? Кажется, я понял. За 66 миллионов лет климат на Земле стал холоднее, а количество углекислого газа в атмосфере изменилось. Похоже, динозавры не могут тут жить и снова вымрут. Что же делать? В теории мы можем построить парк юрского периода. Мы будем кормить их и искусственно поддерживать климат. Это место может стать самым прибыльным в мире. А также будет мировым поставщиком яиц и навоза. Но, увы, обычный динозавр в день съедает тонну травы или более 100 килограммов мяса. Скорее всего, динозавры съедят всю фауну парка, а после начнут есть друг друга. Пока снова не вымрут. Похоже, все-таки динозавры не смогут жить в наше время. Хочешь их спасти? Единственный шанс — отправить динозавров в прошлое, в идеальный для них мир. Время прощаться, Арни. Ты же знаешь, там им будет лучше. Арнольд, успокойся. Ты же ведь даже не знаешь, что такое метеорит. Метеоритом называют тело космического происхождения, достигнувшее крупного небесного тела. Их масса колеблется от нескольких граммов до тысяч тонн. И не бойся, в мире зафиксирован всего один случай попадания метеоритов человека в 1954 году. И то в ногу. Ох, кажется, есть доброволец на спасение Земли. О-о-о, сколько в нем энтузиазма! Похоже, эта серия будет самой короткой из хэппи... А нет. Все в порядке. Похоже, нашей планете конец. Или, может, есть еще один спаситель? Арнольд! Отлично, подберем тебе наряд. Планировалось, что в 2022 году космический аппарат весом 500 килограммов протаранит астероид «Дидим». «Дидим» на скорости 6 километров в секунду. Но автопилот пока не успели установить. Так что полетишь ты и станешь героем. О, Арнольд! Ты выжил? В принципе, как и остальные микробы. А с водой сейчас небольшие проблемы. После падения метеорита диаметром 100 километров, ударная волна уничтожила практически все живое в радиусе 100 тысяч квадратных километров. Произошел обильный выброс серы. Пыль и пепел от всего разрушенного поднялась в верхние слои атмосферы и закрыла доступ солнечных лучей. Ты, наверное, проголодался? Хорошо, что в ракете осталась твоя космическая еда. Там не было еды? Какой ужас. А то, кроме этого, еды на Земле не осталось. Арнольд! Арнольд! Проснись. У нас для тебя сюрприз. Мы поддержали твою социофобию и перенесли тебя подальше. А именно, на вершину Эвереста. Другое название этой горы — Джамалунгма. Это самая высокая точка на планете Земля. Кстати, ты должен мне 50 тысяч долларов. Это средняя цена за экспедицию сюда. Чтобы выжить на вершине, нужна хорошая амуниция. Арнольд! Срочно спустись хотя бы на километр вниз. Торопись, Арнольд! И двигайся как можно медленнее. Кислорода тут в три раза меньше нормы. И нужно беречь энергию. От недостатка воздуха мозг неправильно воспринимает время. Проползти пять метров за три часа слишком долго для нас. К счастью, ветер на вершине достигает 200 метров в секунду. И это может помочь. Расстояние в 8 километров можно пролететь за три минуты. Но тебе помешают уступы. Тебе повезло. Ты упал на мусор. Туристы Эвереста оставляют так много мусора, что власти платят по два доллара за каждый убранный килограмм. Вижу, ты хочешь вернуть мне 50 тысяч. Не дыши так часто. При температуре воздуха в минус 60 по Цельсию твои легкие начнут пересыхать. Горный кашель бывает настолько сильным, что может сломать тебе ребра. Мне жаль, Арнольд. Но альпинисты не убирают трупы с Эвереста. Это невозможно. Более того, трупы используют в качестве отметок высоты и горных вершин. Что ж, Арнольд, по крайней мере, от тебя будет польза. Я вижу, ты очень рад оказаться здесь, мой друг, после такого хобота. Любишь погорячее? Привет, Арнольд. Похоже, от недостатка кислорода у тебя начались галлюцинации, и кто-то принес тебя к костру. Рад, что ты очнулся, но впереди еще шесть километров. Вряд ли у тебя остались силы достигнуть родной земли. Хотя у меня есть идея, Арнольд. Ты можешь повторить подвиг Марко Сифереди. В 2001 году он спустился с Эвереста на сноуборде. Я верю в тебя. Эй, ты где тачку взял? Арнольд, ты чуть птичку не убил. Придется тебе вызывать с дами такси. Повезло, что это был Воробушек, а не Орел. Мне кажется, или твой телефон вызывает все такси США в одно место? В этой стране около 230 тысяч людей зарегистрированы водителями такси, больше половины из которых — Убер. Все эти авто, выстроенные в ряд, создадут пробку длиной 800 километров. Треть штата Нью-Йорк будет парализована. На улицах становится трудно дышать из-за выхлопов, которые увеличились в два раза. Отчего у тебя появится кашель, тошнота и даже инсульт. На скорую надеяться не стоит ни тебе, ни еще трем тысячам пациентов, которые вызывают ее ежедневно. Земля им пухом. Можешь рискнуть и поехать в больницу на метро. Шесть миллионов человек, которые пользовались машинами, уже пересели в подземку. И сейчас там около одиннадцати миллионов злых опаздывающих людей. Эй, это он создал пробку на дорогах. Преступники уже обокрали половину магазинов города, потому что полиция не может быстро реагировать на вызовы. Тебе лучше вообще убраться из страны. В любом самолете из Нью-Йорка для тебя найдется местечко. Люди не могут добраться до аэропорта, и самолеты улетают наполовину пустыми. От этого компании теряют больше десяти тысяч долларов за один полет. Арнольд, ты всегда платишь свои долги. Все таксисты потратили около пятнадцати миллионов долларов на бензин, чтобы только приехать на место вызова. Как будешь расплачиваться? У тебя там что, и вправду деньги есть? Арнольд, у меня плохие новости. Во всем мире свергли все правительственные режимы, и теперь каждая страна управляется диктатором. Да, с одной стороны это хорошо. Никто не покинет свою страну и будет работать на ее благо. Но при таком режиме большая часть людей будет жить не в домах и жилых комплексах, а в тюрьмах и лагерях. Ведь законы страны будут весьма жестокими, а порой и даже очень странными. Можно забыть о благах цивилизации. Ведь внешнеэкономические отношения закроются, и страна будет работать сама на себя. А это значит, что если до этого не было, например, машиностроения, машин в стране не появятся. И все будут пользоваться, в лучшем случае, велосипедами. Я уже не говорю о том, что все социальные сети пропадут, а разговаривать друг с другом можно будет где-то в лесу с громко включенным радио, чтобы вас не услышали спецслужбы. А если тебе вдруг захочется банально подстричься, то нужно будет согласовывать даже прическу с местным руководством. Ведь есть ряд утвержденных образов. Самое страшное в мире, где будет сплошная диктатура, то, что каждая страна будет подозревать друг друга в потенциальной опасности. Тем самым все ресурсы государства будут направлены на снабжение и наращивание военной силы. И в один прекрасный момент кто-то не выдержит и нажмет на красную кнопку. Арнольд, ты спас весь мир! Кто мог подумать, что твой дальтонизм сможет спасти планету? Где же ты теперь будешь жить? Похоже, в лесу. Ну, я даже не переживаю. Ты ведь наверняка знаешь, что нужно напихать листья под футболку, отфильтровать воду и... Нет! Не ешь тут ничего! Так, пока ты еще недалеко зашел, прислушайся по сторонам. Шум трактора слышно за 3-4 километра. Лай собаки за 2-3 километра. Идущий поезд за 10 километров. Песни BTS слышно всегда. Кто там, Арнольд? Ого, ты только глянь! Этот малыш тоже заблудился, как и ты. Ведь толстые лори обитают преимущественно в тропических лесах. Даже не вздумай его гладить! Лори слизывают свои локтевые суставы, которые выделяют опасный яд, поэтому их укус может быть смертельным. Тебе стоит держаться дальше звериных троп, и если удастся выйти к ручью, это будет только плюс. Тут можно раздобыть еды, выловив рыбу. Да, таким способом ты и до ночи не справишься. Как видишь, я был прав. Ночь – самое опасное время в лесу. Предлагаю тебе переночевать тут на дереве. Да, некомфортно, но зато безопасно. Утром тебе нужно выйти на поляну, чтобы быть заметным для спасателей. Найти человека в лесу – это настоящая спецоперация, в которой задействованы спасатели, добровольцы и военные. Местность делят на квадраты и тщательно прочесывают их. Но бывали случаи, что потерявшийся человек, сам того не зная, искал себя. Он выбрался из леса, никому не сообщил это и присоединился к поискам самого же себя. Тебя заметят с воздуха, если развести огонь и накидать туда свежие листвы, чтобы шел густой дым. Только не говори, что ты собираешься выпить из этого озера. Но не переживай, пиявка, попавшая в кишечник, не успеет навредить тебе. Она быстро растворится в желудке. Но у тебя внутри не одна пиявка. И ты теперь стал лицом социальной программы «Доступное жилье для пиявок». В мире более 500 видов пиявок. Но полезными из них считаются только три. Понадобится 10 минут. 335 пиявок, чтобы высосать из тебя всю кровь. А у тебя их тысяча. На счету каждая секунда. Теперь, чтобы избавиться от пиявок, нужно помыть организм соленой водой. Прости, другой бутылки у меня не было. Выпить воду из того озера — плохая идея, Арнольд. Даже пиявка по сравнению с тобой намного умнее. Ее нейроны использовали для биологического компьютера «Личулятор». Он может складывать простые числа, а ты — нет. Но не спишь и радоваться, Арнольд. Мне кажется, ты привлек внимание очень опасных ребят. Понимаю, в это сложно поверить, но лучше не двигайся, Арнольд. Дай пчелам тебя покусать. Пчелиный яд — это круто. В его составе есть много полезных веществ, которые способны победить даже смертельные болезни. Но в твоем случае ты скорее погибнешь не от укуса тысячи пчел, а от теплового удара. Пчелы, покрыв твое тело, нагреют его до 47 градусов Цельсия. Арнольд, а ты хорош. Действительно, электромагнитные волны от мобильного телефона способны вывести пчелу из строя. Пчела — это навигационная система с кучей датчиков, как в самолете. Надо торопиться, Арнольд. Тебе срочно нужна помощь. Видимо, поэтому при полете просят выключить мобильные телефоны. А если поместить в улей мобильный телефон, работающий на частоте 900 МГц, то все пчелы покинут его в течение 10 минут и больше не вернутся. Итак, победителем в битве пчел против пиявок становится... Никто! Это ничья. В номинации «Слабоумие и отвага» побеждает Арнольд. Упс, недоразумение вышло. Арнольд, только не пугайся, но ты похоронен заживо. Прям как Родриго Кортес. Да не ори ты. Крик усиливает панику. Сердцебиение — соответственное количество используемого воздуха. А кислорода в гробу у тебя максимум на два часа. Арнольд, телефон! Ты всего лишь на два метра в глубину. Ура! Есть одна полоска сети. Звони близким, они спасут тебя. Но это не точно. Ведь для них ты умер. И они скорее примут твой звонок за чей-то глупый розыгрыш. Попробуй зайти в интернет. Твою публикацию точно увидят. Но только после того, как лайкнут кота в смешном костюмчике, новый пост Орианны Гранде и картошку забавной формы. Придумал! Посты с геометкой привлекают на 79% больше активности. А пост о том, что здесь найдена нефть, 100% привлечет Дональда Трампа. В критических ситуациях у человека просыпается животный инстинкт. Но я рассчитывал, что он проснется у тебя. Арнольд, при недостатке кислорода люди часто видят галлюцинации. Может, загуглим, что делать? Не забивай гвоздь на своей жизни, будто это крышка гроба. Выйди из зоны комфорта. Никак. О, убить Билла 2. Делай как у Матурман. Тебе нужно проделать дырку в крышке. Будь сильный духом. Собери всю свою злость, как Наруто. И сильно ударился. Тебе по-любому нужно пробить крышку. Посмотри, что у тебя есть в карманах. Фу, Арнольд, что это? Ой, да я тебя умоляю. Они тебе даже вне гроба не понадобятся. О, подойдет. Рвись, бей. Будто ты убегаешь от фашистов или от ноющих песен Билли Айлиш. О, у тебя вышло. А теперь ты должен утрамбовать всю землю в гроб, чтобы расчистить себе путь. Ты должен поднять рубашку так, чтобы ее можно было завязать над головой. Это для того, чтобы ты не задохнулся из-за земли. Космический корабль Илона Маска терпит крушение. Еще один провал после Сайбертрак. Ведь он так хотел колонизировать Марс. Илону удалось высушить человека и упаковать в капсулу. Смотри, это работает как лапша быстрого приготовления. Просто добавь воды. На борту находилось 67,5 миллиардов капсул. Так что теперь на Земле станет в 10 раз больше болванов. Но это не твои проблемы. Хотя, наверное, уже и твои. Такое количество людей невозможно обеспечить транспортом. Быстрее дойти пешком. Каждый человек на планете ежедневно производит около 750 граммов мусора. Получится более 200 триллионов тонн мусора в год. Этого хватит, чтобы наполнить около 99 гранд-каньонов. Электростанции строят где попало. Ведь 75 миллиардов человек потребляют около 125 миллиардов киловатт в день. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы зарядить 8 триллионов айфонов. Но она выделяет огромные выбросы СО2 в атмосферу. Думаю, тут не нужно быть гением, чтобы понять, как это повлияет на климат. Места катастрофически не хватает. Поэтому вот твои новые сожители. Только мужчины. Размножаться запрещено законом под страхом смертной казни. Этому миру точно не нужны маленькие Арнольды. Хотя тебе и так не везло с женщинами. Кстати, хочешь кушать? Вся еда синтетическая и используется повторно. Ты только что пробовал котлету из переработанной туалетной бумаги. Сам готовил. Для тебя. Эт, ты зря. В этом углу тебе еще ночевать. Из-за повышения СО2 все ледники растаяли и затопили 35% суши. Учитывая сельхознужды людей для пропитания, поджилье осталось меньше 1%. Теперь только богатые люди могут позволить спать с вытянутыми ногами. Черт, Арнольд, я завидую такому коротышке, как ты. Посиди пока в интернете, посмотри фильм на Slow Flicks. Упс, чтобы войти, нужно взять номерок и постоять в очереди. Ты всего лишь 1250-й. Потому что из-за перенаселения скорость интернета упала на 99,5%. Смотри, куда едешь. Та-дам! Перед тобой Делориа нового поколения. Я сделал апгрейд Теслы, и теперь на ней можно отправиться не только в другой город, но и год. В 1986-й, например. Сработало! Мы на Чернобыльской АЭС. До катастрофы осталось несколько минут. Арнольд, лови камеру, ты снимешь взрыв, а я выложу в Ютуб. Миллионов двадцать точно соберем. Уже разрядилась. Поставь ее на зарядку. Это же европейская розетка, балда. Тебе переходник нужен. А может, уже и нет. Арнольд, так это все из-за тебя. Неважно, надо быстро уматывать. В бардачке есть пауэрбанк. Подключи его к машине. Вот черт, для зарядки надо минимум 60 секунд. Доставай защитный костюм. Просто посмотрев на местность, ты никогда не узнаешь, что находишься в радиационной зоне. Но на самом деле, излучение здесь космическое. Эээ, это не совсем то, что я ожидал. Может, ты с кем-то сумки перепутал? При радиации выше 500 рентген, у тебя мгновенно выпадают волосы и ногти. Кожа краснеет, а все имеющиеся заболевания обостряются. Но тебе повезло. Особой боли ты не почувствуешь, так как упадешь в кому через 3, 2, а уже упал. Все из-за того, что излучение здесь 20 тысяч рентген в час. Этого даже техника не выдерживает, поэтому надо убираться отсюда. Батарей должно хватить, чтобы добраться в 2020-й. Поехали! Поехали! Изменить ход войны. Замекли в общий сбор. Итак, Арнольд, противник замечен на севере, но путь к нему преграждают электромагнитные пушки. Вместо снарядов они стреляют электрическими импульсами, а скорость импульса превышает 7 тысяч километров в час. Нужно срочно найти укрытие. Бегом в метро. От пушек вы укрылись, но есть и другие проблемы. Сканеры обнаружили дронов. Арнольд, не переживай, ты же помнишь, что эти дроны даже не заметят тебя. Нужно просто проскочить мимо них и выключить питание. Молодец, Арнольд. К такому будущее не было готово. Вперед! Вы почти у цели. Пора выбираться на поверхность. Арнольд, вокруг полно противников. Залезай в экзокостюм! С его помощью ты можешь стать суперсолдатом и преодолевать большие расстояния, не уставая. А все физические нагрузки становятся в 20 раз меньше, чем есть на самом деле. Теперь ты непобедим. Нужно только разобраться с управлением. Арнольд, нет! Арнольд, ты только что убил себя из будущего. Ладно, не время горевать. Враги приближаются. У тебя есть огнемет. Используй его. О, да! Никто даже подумать не мог, что такое произойдет однажды в Голливуде. Арнольд, ракета! Арнольд! 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 Ты серьезно пострадал. Поэтому врачам пришлось тебя немного апгрейднуть. Почти как новенький. Но есть проблема. Теперь нам нужен солдат без имплантов. И тебе нужно отправиться в прошлое и найти его. А вот и доброволец. Тащи его в портал. Что, спасаешь невинные души? Смотри, чтобы ты сам не попал в перегляд. Фух, вроде обошлось. Или нет? Похоже, вы застряли тут надолго. И придется вам выживать совсем без еды. Представь, что ты Ангус Барбьери. Человек, который больше года ничего не ел. Шокируя врачей, он жил обычной жизнью. Посещая туалет раз в 40 дней. В конце голодания он весил 180 фунтов. Сбросив 275 фунтов. После 12 часов голодания ты бледнеешь и слабеешь. А вот толстый человек чувствует себя лучше из-за запасов жировых тканей. В это время появляется головокружение. И неприятный запах изо рта. О, Арнольд, тут есть вода. Видишь, Арни, нужно везде искать плюсы. Голодание может служить и благим целям. Ганди голодал три недели в знак протеста против кастовой системы в Индии. Кристиан Бэйл, ранее роли в фильме «The Machinist», похудел на 66 фунтов. А средневековые монахи голодали, чтобы услышать голос Бога. Ставь лайк, если бы не выдержал ни одного дня. Что ж, на четвертый день организм принимает голод как данность. В это время наблюдается резкая потеря веса. И слабость. Организму всегда нужна еда. Поэтому, когда ее нет, ему приходится использовать жировые и мышечные ткани. При этом выделяются кетоны, которые крайне вредны для организма. У человека развиваются головные були и слабость. А в худших случаях появляется рвота с желудочным соком, помутнение сознания и даже смерть. После двух недель ты постоянно чувствуешь холод. В сознании часто помутняется. И ты не понимаешь, что ты делаешь. О, Арнольд! А вот и помощь! Не вздумай этого делать. Ты не сэкономишь время, а попадешь в опасность. Скажи спасибо, Арни. Я тебя спас и остановил время, как это делают в мультфильмах. Что же ты сделаешь первым в такой ситуации? Залезешь в архив Пентагона, чтобы узнать, реально ли Армстронг был на Луне. Или все-таки решишься на поцелуй с Сьюзи? Главное не оказаться в Японии. Они любят остановку времени. Очень любят. Очень-очень любят. С физической точки зрения, если остановится время, остановится все. Тебе не нужно быть математиком, чтобы понять, время — это одна из составляющих скорости и расстояния. Если одно из значений равно нулю, все остальные также будут равны нулю. А теперь навстречу приключениям. Световые частицы, фотоны, тоже остановились. Соответственно, и возможность различать что-либо с помощью зрения исчезла. Да и просто попить воды у тебя вряд ли получится, ведь все застыло. Вот тебе еще интересный факт. Поток света, который покинул Землю 65 миллионов лет назад, теперь находится на расстоянии 65 миллионов световых лет. И кто-то с большим телескопом, направленным прямо на Землю, может сейчас увидеть динозавров. Но я предлагаю вернуться в реальность, Арнольд. Теперь тебе не будет казаться, что ты теряешь время. Ведь каждая секунда нашей жизни прекрасна. Но, видимо, не сегодня. Пока, Арнольд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова